Идеи из Икеи, которые я решила повторить у себя дома и что у меня из этого получилось, расскажу вам сегодня. Всем привет, меня зовут Саша. Недавно при посещении Икеи я увидела, как самые обычные дешевые коробки декорировали с помощью наклеек. Конечно, это дело вкуса, какого цвета коробки использовать в интерьере и как их украшать, и стоит ли вообще это делать. Но я решилась на преображение вот таких коробок из Икеи. Они очень темные и мне не нравится, как смотрится на фоне моей белой мебели. Поэтому я взяла белую матовую краску в аэрозоле и покрасила такую коробку. Кстати, в этот раз краска мне попалась не очень удачная, поэтому не буду ее рекомендовать. Рисунок, который был на коробке, полностью не закрасился, но благодаря тому, что коробка стала светлее, теперь в интерьере она смотрится значительно лучше. Недавно я впервые увидела на сайте Икея вот такую напольную вешалку. Она интересно смотрится в интерьере, и я подумала о том, что эту идею я уже давно повторила. Когда мой муж по моей просьбе сделал вот такую вешалку, напоминающую лестницу. Я ее использую для сушки белья, когда у нас большая стирка и все постиранное белье не помещается на раскладной сушилке. Мне очень нравится, как смотрится эта лестница в интерьере. Ну и получается, что эту идею уже Икея повторила за мной. Под прошлыми видео с идеями из Икея выпадали мне огромное количество подсказок, как еще можно использовать эти галошницы. За что вам огромное спасибо. И одной из этих идей я хочу сегодня с вами поделиться. Эти галошницы очень удобно использовать для сортировки мусора. Можно просто повесить их на стену, они не занимают много места и помогают применять более экологичный подход к избавлению от мусора. Вы наверняка видели, как Икея виртуозно использует шторы для зонирования пространства. Я уже показывала, как с помощью этого лайфхака можно зонировать пространство прихожей. А сегодня я наконец-то добралась до своего балкона. Здесь у нас стоит стеллаж. Стеллаж самый обычный, забитый всякой мелочью, которая мне нужна. Эта мелочь предварительно заботливо была расслаблена от всего лишнего. Но я решила спрятать все это буйство красок за шторой нейтрального оттенка. И вот что у меня получилось. Теперь мой балкон выглядит намного лучше. И кстати, я планирую не останавливаться на этом и превратить свой балкон в уютное гнездышко. И даже уже заказала подвесное кресло сюда. Если вам интересно посмотреть на то, как превратить самый обычный балкон в уютный уголок, то подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы этот ролик не пропустить. Ну а мы продолжаем. Лето это пора отпусков, каникулы, отдых на море, дачи и конечно же у бабушки. Я собралась в гости к своей бабушке. И кстати, мне пришла в голову идея снять видео с лайфхаками от моей бабули. Если вам интересно его увидеть, то дайте мне об этом знать в комментариях. И я не хочу к бабуле уехать в этот раз с пустыми руками, поэтому заказала ей на сайте любимый Василек вот такое постельное белье. Мне нравится, что можно выбрать постельное белье на любой вкус и кошелек. Есть комплекты с квадратными наволочками, есть комплекты с прямоугольными наволочками, с молниями, без, однотонные, цветные. Также советую присмотреться к полотенцам. Эти прекрасно нежные голубые полотенца я тоже повезу бабуле. А вот эти полотенца для кухни приобрела к себе. На этом сайте я постоянно одеваю своего ребенка, покупаю подарки своим близким и беру себе одежду для дома и выхода в свет. Вот такой приятный нежно-голубой махровый костюм. Он имеет кокетливый рисунок на шортах. Этот костюм я влюбилась с первого взгляда еще на сайте. Долго выбирала взять мне голубой или нежно-розовый и остановила свой выбор на голубом. Также на сайте появились вот такие туники для пляжа. Их можно одевать поверх купальника. У меня купальник черный, поэтому будет смотреться просто замечательно. Очень рекомендую заглянуть на сайт Любимый Василек. Также у него есть страничка в инстаграм. Все ссылки на магазин я, конечно, оставлю в описании. Если у нас в шкафу не хватает полок, то давайте поступим, как поступает Икея. Заполним нижнее пространство отсека со штангой органайзерами для хранения. В Икея очень часто встречается такой вариант хранения одежды. И я решила его попробовать. Давайте посмотрим, как это выглядит в жизни. И действительно, аксессуары, нижнее белье или просто вещи, которые не мнутся, можно удобно разместить в органайзерах в отделении со штангой нашего шкафа. Органайзеры лучше использовать одного оттенка, чтобы сильно не вебило в глазах при открытии шкафа. Если таких органайзеров у нас нет, то можно взять обычные обувные коробки и перекрасить их в один цвет. Самый частый вопрос под моими видео, где я взяла этот замечательный круглый поднос. Этот поднос, конечно, из Икеи. Я на нем организовала случайный уголок, но если у вас нет магазина Икея в городе, не расстраивайтесь. Присмотритесь к хозяйственным магазинам, гиппермаркетам. Возможно, вам удастся найти там круглую доску разделочную. Я, например, такую нашла в гипермаркете Магнит. Она не сильно большая, но все-таки расположить на ней те же самые чайные принадлежности вполне возможно. Если вам все-таки хочется, чтобы ваш поднос был на колесиках, то можно использовать вот такую подставку для кашпо. Ее я приобретала в фикс-прайсе. Конечно, обязательно стоит закрепить эти колеса к подносу, чтобы все содержимое не слетало с него. И мне кажется, такое решение способно заменить так полюбившийся многим вращающийся поднос из Икеи. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, именно Икея возродила моду на искусственные цветы. Я очень рада, что с помощью таких растений можно оживить интерьер даже там, где нет солнечного цвета, например, в ванной комнате. А вы используйте искусственные цветы в интерьере. Отправьте это видео подруге в социальных сетях. Возможно, какие-то идеи ей окажутся полезны. Спасибо, что посмотрели меня сегодня. До новой встречи. Ваша Саша. Саша.